Всем привет, ребята, с вами Андрей Чент, и да, это ваше любимое шоу Беременна в 16, если вы рады этому, поддержите это видео лайком, подписывайтесь на наш семейный влоговый канал, ссылка находится в описании, выпускаем там очень много вложековой жизни, как мы живем в карантине, где бываем, как, в общем-то, решаем, чем заняться в закрытом обществе, короче, ребят, канал очень крутой, вам советую, если вам нравится то, что я делаю, вам тоже очень понравится наш влоговый каналчик, ссылка находится в описании, а мы, ребят, начинаем новое Беременна в 16, поехали! Привет, меня зовут Софа, мне 17, и я из старинного села Непецыно, что недалеко от Колома. О, ребят, 17, уже не 16, ну, роль, конечно, не сильно играет, но уже видно, девка какая-то необычная. Непецыно это село городского типа, но ничего городского тут нет. Непецыно. Мне не нравится жить в Непецыно, даже погулять здесь негде. Поэтому тусить я езжу к своим знакомым в Коломну. Типа город побольше, да? О, Кальян-бар? Все меня знают по моему яркому внешнему виду. Ведь тут в городе мало кого встретишь с тоннелями в ушах, набитыми татуировками и разноцветными волосами. Я тебе скажу так, и у нас в Киеве таких мало кого встретишь. Типа есть, но тоже это редкий случай. И мне по приколу то, что на меня всегда обращают внимание. Ведь этого в моей семье мне как раз не хватает. На лице какие-то... С мамой, с бабушкой, с дедом, а папу я своего не знаю. Он узнал, что мама беременна и ушел от меня. Пошел за сигаретами. О дальнейшей судьбе отца ни я, ни мама ничего не знаем. Он навсегда исчез из нашей жизни. Маме, конечно, без мужской поддержки было очень тяжело. Сколько себя помню, она постоянно работала поваром в столовой, и дед всю жизнь пил, а бабушка пыталась с этим бороться. Я думаю, сейчас тут многие такие знакомые ситуации. Дед пил, а бабушка пыталась бороться. Ну, просто у меня тоже дед был такой, который бухать любил, а бабушка все время ему с дюлей вставляла. Он борется с коронавирусом. Дед уже знал, что надо с того времени уже начинать. На меня времени никогда ни у кого не хватало. Со мной не разговаривали, не интересовались моей жизнью. Но я не волновал лишь одно, чтобы я училась. Как с учебой-то? Нормально все. Надо учиться обязательно. Хорошо. Накопили на учебу где-то около 10 лет. Где-то тысячу, где-то 10 тысяч. Когда как. Так вот складывали, складывали потихонечку. И сколько накопили? Лишь бы училась. Лишь бы училась. Сейчас я на первом курсе колледжа. Специальность – гостиничное дело. С одногруппниками особо не общаюсь. Единственное, с кем я могу поговорить и поделиться секретами – моя подруга Лия. Мы знакомы уже 9 лет. Но сейчас общаемся только по телефону, потому что она уехала учиться в Москву. Как Москва, Лия? Москва – отлично. Правда, скучаю иногда с тобой, с родителями. Я тоже, Лия, скучаю по тебе. Ну ты приезжай почаще. Давай. Когда Лия уехала, мне стало совсем одиноко. И я решила завести собаку. С ней моя жизнь изменилась. Ведь собака стала не только моим лучшим другом, но и помогла найти любовь. Это Гриша. Ему 22. Знакомы мы с детства, так как живем в соседних подъездах. У Гриши тоже собака. Но никогда особо не общались. Наши собаки. Они послужили общим интересом и тем самым связали меня и софт. А Гриша вроде добрый пацан. Знаете, вот, бать, смотришь на Грише на лицо, блядь, прямо излучает улыбку, блядь. Ну мне так кажется. Гриша сразу начал за мной ухаживать. Ну нормально вроде все. Неужели без трешняка будет? Хотя. Привет. Привет, малыш. Я тебе бутерброд принес. Как выглядит романтика 21 века? Не, розочки на самом деле молодец. Бутерброды. Это для тебя. Что ж тебе? Спасибо. Сох, я тебя люблю. Ой, ты, блядь, ой. Гриша. Романтичен, нежный, все такое. Он мне тоже. А, Гриша цветы под голову подбирал, я понял. Ну типа голова цветная и цветы такие. Нравился, но я этого не показывала, потому что весь поселок знал его, как известного разгильдяя. Я одинокий волк. Как бы я был, ну, таким. Ну, она увидела то, что я могу и не таким быть. Каждый день своими поступками Гриша доказывал мне, что изменился. Ради меня впервые в жизни устроился на работу, кассиром в продуктовый. Но самое главное, он давал мне то, что не хватало в моей семье. Деньги? Внимания и поддержки. Поэтому через пару месяцев его ухаживаний мы все же начали встречаться. Ну, как Софья, это не просто это. Ну, взял там это. Я это все с ответственностью это делаю. Ну, вы понимаете, да? Не-не. Ну, я просто вот ее люблю. Я не знаю, как это объяснить. Ну, просто это моя, ну, бэби. И все. Моя крошка. Вскоре Гриша познакомил меня со своими родными. Он живет в трехкомнатной квартире с мамой, бабушкой и младшим братом. Мама и бабушка работают медсестрами в Москве, а брат Арсений учится в 10-м классе и в свободное время проводит в музыкальной школе. Ну, нормально, вроде никто не бухает. До встречи с Софой он был очень дерзкий, грубый. Я думаю, что он просто ее любит. А любовь творит чудеса. Семья Гриши приняла меня хорошо. Туннели были. Вот только с его отцом я познакомиться не успела. Ну, отца нет больше. Он просто год назад умер. А что случилось? Ну, больная тема. Его отец трагически погиб. И Гриша до сих пор не может смириться с этой потерей. Он любит своего отца, он пытается им во всем подражать. Он ищет духи, которые он ими пользовался. Он донашивает его одежду. И хочет такие же вещи, такие же куртки там, как были у отца. Поплавило немного. Ну, то ладно. С каждым днем я чувствовала, что влюбляюсь в Гришу все сильнее. И вскоре стала оставаться у него ночевать. И после этого мы начали делать... Я искал свою дочку, да. Потому что это было уже не первый раз. Она к подружкам ходила ночевать. В колонну уезжала. В колонну уезжала? Это подружки. Вот у кого дочь, так вот они к подружкам ходят. И Гриша. А это вроде рядом. Соседний подъезд. Ну, потом я уже как бы... Мне же уже, что отношения у них завязались. Ну, что я буду? Шпрехаются и шпрехаются. Слава, ты знаешь? Что? Что ты в самой красивой мире. Спасибо. Я разрешала ночевать детям в нашей квартире. Соня всегда ночевала в комнате Гриши. Они спали всегда вместе. А с кем она должна была спать? С тобой? Нет, Соня должна была спать в туалете, бля. Ты знаешь, что у тебя самый красивый носик? Это же у тебя самый красивый подбородок. Такой вот. Бим-бим-бим. Знала? Угу. Наши отношения развивались очень быстро. Гриша даже предложил переехать к нему. Недолго думая, я согласилась. И начали мы делать бим-бим-бим. И так сделали бим-бим-бим. Он уже не добился, и когда я уже была с ним вместе, он понял это. Естественно, расслабился и... уже показал другие свои стороны. Он начал относиться ко мне как к своей собственности. Вдобавок стал хамить и выпивать. Когда пьешь, ты как дурак себя ведешь, ты не понимаешь? Мне не нравится то, что он идет со своими друзьями куда-то пить, потому что он приходит потом домой, он у меня дышит этим своим перегаром. Ты что до меня на... Мы, по-моему, договорились с тобой, потому что я иду на днюху. Хорошо, иди. Ты иди, ***. Ты что, сон? По-моему, пукетно-цветочный период уже прошел. О. А в начале такая романтика. Провели этот день со мной, и чтобы твоя девушка не звонила и не *** своими звонками. Можно так сделать? Я тебя умоляю. Да что тебе надо? Да ***. Хороший звонить. Я поняла, что не хочу с этим мириться. Я не хочу жить как моя бабушка, которая терпит пьяного деда. Поэтому я поехал опять домой. И я вам скажу, ребят, так. Это сейчас начнется новый выпуск проекта «Карусели». Я дома, я у Миши. Я дома, я у Миши. Я дома, я у Миши. Короче, я дома. Мое начножество с чистого листа, без него. Но как быть дальше, я не знаю. Ведь я беременна. Когда я поняла, что я беременна, я заплакала от непонимания, что мне делать. Первым делом я начала звонить подруге Лии. Но она не брала трубку. Наверное, была на парах. Я в растерянности. Куда идти? Что делать с Гришей? Вспомнила, как Лия говорила мне. В трудную минуту иди к моей семье. Я так и сделала. Мама Лии, Саша и сестра Яна всегда рады меня видеть и принимают как родную. Рассказывай. Я узнала, что вы беременна. Почему ты расстроена? Потому что я собиралась уходить. Уже не уйдешь. Тебе надо быть сейчас с Гришей. Ты молодая. Ты не работаешь. У тебя нет ни дохода, ни жилья. Я вот читал комментарии. Многие писали. Андрей, ты не шаришь. Почему ты говоришь, что если после аборта не будет иметь детей? Это неправда. Люди добрые. Я говорил о том, что после аборта шанс забеременеть ниже. Понимаете разницу? То есть ниже. Но он все равно, конечно же, есть. И может даже и большой. Но то, что вы сделали аборт, ну, язык не повернется, что это станет лучше. Вот. Поэтому. Если вот она сделает аборт, возможно, она не поломает себе жизнь, чтобы не жить с таким-то, таким-то. И где-то, наверное, я соглашусь. Если, возможно, сейчас сделаю как-то правильно аборты, и ты понимаешь, что с ним ты точно жить не хочешь, и от него ты ребенка не хочешь, то, наверное, да. Но еще раз, это только к чему относится. Понимаете, палка на двух концах. Вам гарантию в том, что все будет окей после аборта, но никто не даст. Мне так кажется. То есть говорят, что вроде да, но там как получится. Поэтому тут, знаете, двоякая ситуация. Вроде бы аборт, с одной стороны, временами позволительно, когда полная жопа, но с другой стороны и не надо. Вот как вы думаете? Пишите в комментариях. Я своего. А Гриша сможет все-таки как-никак тебя где-то подержать. Пока. А там дальше будет видно. Я думаю, что она еще не поняла, что произошло. Я еще не поняла. И это еще предстоит понять. У нее самое тяжелое впереди. Я решила послушать Сашу с Яной и не торопиться разорвать отношения с Гришей. Сначала нужно ему рассказать о беременности. Он отец и имеет право знать. Миша? На. Гадусник. Че это такое? Блядь, ты шо, Миша, дебил или шо? Блядь, ты в каком веке живешь, блядь? Че это такое? Тесла беременность называется, Миша, блядь. Ну, голову поблил, ну, хоть внутри ничего не пропало, не? Ну, я не врубился вообще, две полоски, это значит, один ребенок или... Миша, ебаный, ну, блядь, ну, 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 ебаный врод, блядь, ну, один ребенок, две полоски, а одна полоски, два ребенка, да? Или два. Соф, ну он какой-то, он какой-то мутный, я не знаю, этот тест. Грудись. Блядь, это, знаете, это вам, ребята, тот случай, когда с ребенком не занимались ни сексуальным воспитанием, не объясняли, шо, как, зачем, и мы всем гандон показали, он, блядь, это шо, шарики на мой день рождения? Че за день рождения? Мне кажется, это не настоящий тест. Да, Гриша. Котелок у тебя прям варит, я смотрю. Побежал, ну, резко, там, за тестом. Здрасте. Можно тест на беременность? Взял такой, ну, средний, там, по стоимости, ну, вроде более-менее, мне кажется, он был бы четким, да? Ну, и че, наверное, пошла делать тест, второй. Я вообще не готов к этому, к этому, к этому, к этому, я вообще не готов. Надо было писюн доставать, ты не готов, блядь. Че ты туда пихаешь-то, да? Мама казала, не сунься и не знаю, шо будет. Блин, ну, мне 22 года, мне, ну, вообще, капец, как остановиться, рано еще, батьком. Соф, ну, ты заберемененен, не я. Вы знаете, этот чувак заслуживает уже на это, отец года, Вася, ребята. Ну, такой, типа, немного голову повернутый, понимаете? Ты забеременен, не я. Боже, он такой ляпает, что я чисто офигеваю. А я согласен, ребенок сделала? Да. Соф, ну, я предлагаю как-нибудь решить эту ситуацию. Ну, аборт, в общем. Нет. Мне тоже рано становиться мамой, но я не буду убивать ребенка. И если Грише он не нужен, пусть валит на все четыре стороны. Следующую неделю мы не общались. За все это время Гриша, видимо, одумался. Я понимаю, что капец, я просто своими словами так накосячил. И, ну, думаю уже о том, как мне вот к ней подойти, чтобы она простила меня. Всю эту неделю я гуляла одна. И тут появился Гриша. Слышал? Что? Стой. Что? Прости. Нет. Угу. Ну, я разволновался, просто разнервничался. Ну, я просто запугался, что в 22 года такой серьезный шаг для меня. Стать отцом. А она в 17, то вообще, пух. Я все для вас сделаю, прости меня, пожалуйста. Ладно. Блядь. Знаете, в тот случай, не хочу как бы с материцем, пусть детки уши закроют. Пиздит, как дышит. Есть такая пословица. Вот ни хрена я ему не верю. Так втирает прямо, так втирает. Я его простил, потому что он это не специально сказал, все-таки. Он не хотел плохого. Нет. Нет. Он просто не подумал, как обычно он это делает. Просто тупой, да. Гриша пообещал мне, что никаких пьянок и грубых слов в мою сторону больше не будет. На неделю. Максимум две. Миша, начинай. Мы уже знаем, что будет. Миша будет бухать. И я ему верю. Да. О беременности нашим родным решили пока не говорить. Зачем? Сперва я поехала к гинекологу. Так, сколько вам полных лет? Мне 17. Это у вас первая беременность? Да. Мне еще 12 рожало. В полости матки мы видим одно плодное яйцо. В пределах где-то до 10 миллиметров. Эмбриончик еще пока не определяется. Но мы его должны уже будем увидеть через 2 недели. А куда мне теперь идти? В детдом. Теперь вы можете уставать на учет поведения беременности. Хорошо. Все. Спасибо. Пожалуйста. Беременность подтвердилась и у меня 5 недель. Скрывать это от мамы нет смысла. Но лично ей... То есть короче месяц, да? Ну, не могу сказать привет, я беременна. Поэтому мне прочно написать смс-ку. Тем более я не знаю, как мама отреагирует. Я беременна. Это пранк. Села на стульчик на работе, посидела. Попила водички, пошла дальше работать. Мама отреагировала. Больницы я провела около 2 часов. Меня взвесили, замерили давление, оформили все необходимые документы и поставили на учет. За все это время мама мне так и не ответила. Боюсь представить ее реакцию. Мне было страшно попадаться и на глаза, поэтому после больницы я поехала греться. Миша. А если не дадут? Дадут. О, иди сюда, скажу кое еще. Она беременна. А вас предохраняться что, не учились что ли? Какой срок сон? Мам, этот вопрос как раз к тебе. Потому что твой сын даже не знает, что такое две полоски. Мягко говоря. Паленький пока что еще. Ну, может быть, пока не поздно, а можно аборт, наверное, сделать? Нет. Думаешь, что ты говоришь своей головой? На что вы б***ь? Я же говорю, ребят. Это какой-то чувак на голову помешанный. Он какой-то больной. У него раздвоение личности. Соф, аборт. Аборт. Ты что, думаешь, что ты говоришь, б***ь? Давай, давай, давай. Нет, 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 нет. Он сам с собой, ребята, разговор ведет. Содержать ребенка. Я разберусь, на что содержать ребенка. На 20 тысяч? А ты зачем тогда здесь нужна? Вот ты ребенка сделать смог и сам свои проблемы решай. А мне не надо ни о чем говорить. Бонсуа. Они меня, конечно, ошарашили. Ты особенный, б***ь. Мне не должны были понимать, что надо предохраняться. Да это твоя бабка заслувала. Я ожидала, что мама Гриши заговорит об аборте. Я разослилась, взяла Гришу, и мы пошли ко мне. Уверена, что моя мама не будет предлагать мне убивать своего внука. Присаживайтесь, молодые люди. Я узнала кое-что. Да? Правда? Ну что? Как это нужно? А жить где вы будете? Деньги где будете брать? Учиться? Сол, ты как настроена на учебу? Никак. Ну, это Гриша виноват, конечно. Да. Ну, что она из нее выйдет, если она не будет учиться? Кто она будет такая? Нет, никто. Образование обязательно надо. Да. Потому что проститутка вырастет. Что подо без образования вообще? Я знала, что мама и бабушка будут щемить меня по поводу учебы. Но главное, что они об аборте не сказали ни слова. Я так устала за сегодняшний день, что идти домой Грише не хотела. И мы остались ночевать у меня. Мама, представляешь, софа беременная. Рит, поможем. Молодец, бабка. Коротко и ясно. По делу. До новости о моей беременности наши мамы особо не общались. Но теперь ситуация изменилась. Подруги стали, да? Привет, Рит. Тань, привет. Ну что? Тебя дочка-то уже обрадовала? Обрадовала. Только я не рада. Я вся на дебошках уже. Я в шоке. Просто в шоке. Я не знаю, что это такое. Если бы и знали, что это такое, но мы не знаем, что это такое. Понимаешь? Беременность. Я вообще не знаю, что это. Как? Я вообще против. Может быть, на мини-аборт ее? Как ты думаешь? Я против аборта. А если она потом не родит, то что делать? Я свою дочь не дам в обиду. Ну да. Было неприятно от нее это услышать. Я против аборта. Потому что это мой ребенок. Я ее люблю. Я не хочу ее сделать больно. Просто работает один Гришка. На что они жить собираются, я даже не представляю. Я вон ее кредит плачу за машину. Ну и ладно. Значит... Ну так у вас машина, бля, есть? Нормально. Я буду помогать. Что теперь сделаешь? Пускай. Рожает? Ну, смотрите сами. Хорошо. А это как бы типа подошла с таким, как бы, знаете, подвохом, что я, если что, бабки давать не буду. Если что, ко мне не обращайся. Я считаю, что беременность Софы, это очень рано. Сейчас делают эти мини-аборты, медицина все-таки идет вперед. Можно было бы и сделать, а потом бы, когда бы, уже встали на ноги, да, и можно уже думать о детях. Мини-аборт? Это что такое мини-аборт? Мама Гриша продолжала гнать меня на аборт. Но Гриша долго вел с ней переговоры, и в итоге она смирилась. Мы таки живем у них дома. В колледже я не появлялась. Мне сейчас не до учебы. Я думаю о том, что пора бы подготовиться к появлению малыша. Криш, когда мы встали в колонну уже поедем? За вещами детскими. Софа, зачем сейчас ты вещи покупаешь? А когда ты собираешься их покупать? Когда у тебя хотя бы жил, вот вырастет. Нам нужны вещи. Все заранее сделать, перестирать, все. Соф, я не хочу сейчас этим заморачиваться. Я тебе объяснил уже. Ты что, тупая, что ли, или что? Гриш, хватит себя вести как ***. Ты меня обзываешь, что стоишь. Гриш, надо съездить и посмотреть. Мне надо сейчас. Я не хочу сейчас ехать, мне вообще не хочется. Вот это не отец просто. Ну иди тогда, ***. Ну я пока не чувствую вообще никакой ответственности, потому что ребенка еще нет. Всему есть свое время, да? У меня как бы в голове есть свои определенные, ну, даты, примерные, когда я считаю сделать что-то нужным. За месяц до рождения все будет, да? Так, сегодня у нас какой там? 15 марта. Не-не-не, бля. По-моему, я еще должен быть ебанутым. Вот 17 марта, по-моему, у меня запускается режим мозгу, блядь, отключить дебила. Точно. Готово, да? Все будет четко. Да. После ссоры с Гришей я пошла к себе домой. Рассказала маме, что мы немного повздорили. Не знаю, то ли от беременности, то ли от нервов, но слабость была ужасная. Гриша пришел. Чего ты так долго звонишь-то? Здравствуй, Гриша. А Софа дома? Она спит. Ну, можно к ней зайти? Ну, проходи. Софа. Чего ты не знаешь? Ты спала, что ли? Не, я медитировала, блядь. Нет. Танцевала. Ладно, не угадал. Соф, ну, прости меня, пожалуйста. Не прав был я. Я сейчас хочу загладить вину и свозить тебя погулять в колонну. Поехали, Соф. Я себя буду хорошо вести, честно, если ты поедешь. Ладно. Поедь. Все. Собирайся давай, я пошел домой тоже. Приоденусь. Приоденусь, Вася. Я тебя люблю. Пока что. Блядь, кто тебя за язык, блядь, тянет? Знаете, он такой ляпает, блядь. Я тебя люблю. Пока что. Нахрена ты эту фразу? Пока что люблю. Ты красиво, ты красиво, еще. Я была на него обижена, но все же простила. Мы поехали в колонну, и этот день был самым прекрасным за последнее время. А Гриша был таким заботливым, внимательным, как раньше. Вот это баба светофор, бля. Шапка красная, волосы, что там, зеленые и еще какие-то. Уже шел четвертый месяц моей беременности. Токсикоза нет, и это меня радует. С Гришей у нас все хорошо, а его мама проявляет ко мне такую заботу, которую раньше не было. Что-то в ней явно поменял. Это что за суп такой-то, а? А что он прозрачный? Два кусочка мяса и кипяточка? Супа, иди кушай, все готово. Короче, это, по-моему, мясной бульон, я так понимаю, да? Ну, потому что как-то... Ой, спасибо. Приготовила твою любимую индейку. Ешь бульон. Суп. Да. Я просмотрела очень много детских сайтов. Назаказывала кучу вещей. И бутылочки, и соски. Так что ничего уже покупать не надо. Здорово. Все уже с Китая едет. Алиэкспресс. Да. Спасибо. Кушай давай. Мне это, конечно же, очень приятно. Ну, я не ожидала такого от нее. Она реально заботится. Я смягчилась и... Приняла. Молодец. Это ситуация. Это не сказать к ним уже положительно. Вот. Я проявляю заботу, естественно, о Соне. Я давно не появлялась в колледже. И понимаю, что беременной учиться не буду. Но чтобы не расстраивать свою семью, решила взять академию отпуск на год. Но мой, казалось бы, идеальный план провалился. Нет, ну в смысле, почему я не могу взять академический отпуск? Я же не всю жизнь буду беременна. Я же смогу ездить учиться. Нормально. Что там такое-то? Мы не можем тебя взять на следующий год учиться. Не знаю. И я, естественно, надеялась, что такого не произойдет, что меня отчислят. Но это, конечно же, от моей классной руководительницы зависело тоже. Непонятно, почему я так поступила. Не нравишься ты ей. Я так понимаю, они просто не хотят тянуть за собой беременную девочку. Да, я так понял? Ну, понятно, да. Но они не имеют права это делать. Конечно, меня вообще это взбесило. С какого вообще перепуга просто они кинули, считаю, на бабки. Просто на такие бабки. Идем морду бить. Я расстроилась, потому что я заплатила за первый год 48 тысяч рублей. И я потеряла эти деньги. Обидно за это. Ну да. Мне стыдно говорить маме с бабушкой, что деньги на мою учебу, которую они копили 10 лет, были потрачены зря. Поэтому я не стала им сообщать, что меня отчислили из колледжа. Так как я живу у Гриши дома и не работаю, все основные расходы легли на него и его маму. Я бы никогда не подумала, что это станет проблемой в нашей семье. Гриши, давай возьмем горбушу. Давай мы печень лучше возьмем. Она 77 рублей стоит, она вообще дешевая. Он по акции, Соф, это кофе. Ну и что, оно невкусное. Соф, какая разница. Главное, что по акции. Это правильно. Потом 128 рублей. Соф, пойдем, короче. Не виси. Пошли дальше. А то я сейчас забешусь уже. Орехи тоже дорогие, да? Сколько они стоят? Косарь за килограмм, ты че? Меня разорить хочешь, что ли? Я не понимаю. Ну на орешки возьми, с***, вот эти вот за 11 рублей. Я тебе отвечаю. Косарь за килограмм, блядь. Их бери. Вот, ну вот эти орехи, Соф. Я тебе говорю, ты даже можешь на них не смотреть и не хлопать глазками своими. Что достал, куда ты пошла-то? Слышь, я сейчас вообще уйду из магазина. Я в шоке от того, как он себя ведет. Когда мы встречались, он покупал мне все, что я захочу. А сейчас, когда я беременна, он считает каждую копейку. Коронавирус. Не обидно, что он жалеет денег на меня и нашего ребенка. Я себя не считаю злобым, я считаюсь, я просто продуман. Если у меня, ну, есть, ну, деньги, я просто продумаю, как их потратить и куда потратить. Не, ну я тут чувака тоже понимаю. Я иду к себе домой. Там мне никто не лезет в душу. И я могу спокойно отдохнуть. Когда Софь приходит, я по одному взгляду могу понять. Поругались они, значит, что-то случилось. Что получилось, а? Софья? Ну, подарочек. Бабос? Спасибо. Ну, что, поговорим еще о чем-нибудь? Я одна хочу побыть, не хочу, ничего. Ну, ладно. Я пойду к себе, ладно? Ну, девочка на самом деле спокойная. Вот я вот смотрю, 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 смотрю. Очень спокойно. Она не вспыльчивая. Пока я вообще не вижу. Она вот прям вот так все как-то вот. Когда мы с Гришей ссоримся, и без него плохо, и с ним тоже не лучше, я в какой-то западне остаюсь, что там прощать его или не прощать. Ну, уже больше половины времени прошло. Конечно, Гришу я простила. Я не смогу содержать ребенка сама. Да и мама с бабушкой сильно помочь не смогут. Ведь все свои сбережения они вложили в мою учебу. И как бы то ни было, поддержка Гриши для меня очень важна. Особенно в день, когда мы узнаем пол нашего ребенка. Ну, да, уже живот такой. Ну, вот ваш ребеночек. Головка. Сердцебиение. А пол уже скажете нам? Скажу. Ламинат. По данному здесь будет девочка. Девочка? Да, девочка. Класс. Я рад, что у меня будет девочка. Это моя крошка маленькая. Я ее буду на руках носить. Все для нее делать. Движение, видите, конечно. Рукой. Видите? Это она шевелит сейчас. Да, 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 да. Движение ручками. Ларис Георгиевна, с ней все хорошо? Да. С вашим ребеночком все хорошо. Ребенок здоров. И это самое главное. Но еще я безумно рада, что будет девочка. Ведь дочку я и хотела. Котенок, ну что, как доченьку нашу, назовем любимую? Не знаю, думаю, Фаина все-таки. Ну, Фаина, Соф, я не знаю. Такое имя. Фаина, 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 Фаина. И такая песня просто. Непонятное такое имя. Ну, Таисия, мне кажется, классное имя. Нигде такого нет у нас поблизости. Поблизости? Слушайте, если вы назовете ее хуй-люней, у вас там тоже поблизости таких имен нету. Ну, Фаины тоже нигде нет. Давай еще подумаем точно и потом уже решим с тобой, как назовем. Кофе не хочешь? Кофе? Пойдем. Сейчас акцентно узнает. Здравствуйте. 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 Пожалуйста, ваша вилла. Я буду спросить. Угу. Ты что будешь? Давайте жареное мороженое, не раз, не промываю. Угу, хорошо. Мороженое сколько там стоит? И вот романтика пришла у жопу. Моем, 290. 290? Ты что, угораешь? Сколько оно должно стоить? Блин, Тов, я за 290 могу все самое-то мороженое сделать. Начинаешь грифить за мороженое? Серьезно? Ну да. Мы как бы с тобой не такие богатые люди. Угу. Жанна, это ваш кофе. Прибора. Все. Смотри, какая порция за 90 рублей у тебя большая. Что ты сейчас съешь? На 90 рублей. Ваша жареное мороженое. Все. Внутри шарик целых, пожалуйста. Это что, нахуй, в натуре? За три яйца каких-то. Короче, пошли разборки. Не, ну чувак, у тебя тоже за 100 рублей, как бы, далеко не айс. Я как бы, ну, работаю, зарабатываю бабки, мне на мороженое, вот, наверное, за 300 рублей. Да. Ну и че? Вкусно? Угу. Ну и сиди, ешь от мороженого. За две сотки можно курицу купить целую и пожарить ее на сковородке. Я вот этого не выкупил, просто я, ну, реально взбесился и ушел от нее. Пока. Да, честно, я вот, мне жалко девочку, честно. Я бы не сказал бы, что она транжирка. Я бы не сказал бы, что у нее какие-то очень завышенные запросы. Вот не сказал бы. Миша, иди работай, бля, ну реально жлоб, это не экономия. Ладно, если бы только это... Ну это уже, ну, блядь, какое чувство, что там заказала себе там какую-то мраморную говядину на 2000 рублей, понимаете? Три шарика мороженых, сколько там 300 рублей, это хорошая цена на самом деле. Мам, привет. Привет. Я пойду с Ямайкой погуляю. Да нет, иди сюда, поговорить надо. А где дед? Мне сколько же звонил, классный руководитель. И что? Ничего не хочешь сказать? Что? Тебя отчислили? Я не знаю, Софья, я от тебя такого не ожидала. Ну что? Софь, ага, давай, Софья. Иди, гуляй с собакой. Таня, давай мне. Почему тебе? Мне плохо, да. Что ты, господь снизу? Это кошмар какой-то, ну надо же, а? Я не думала, что ее отчислить. Да, я сама не ожидала. Не думала, да. Это тот случай, знаете, когда в одной квартире живет три поколения. Бабушка, мама и дочка. Ядреная смесь. Ужас был в голове. Просто в ужасе было. Я только заплатила. И она вот такую нам устроила. Конечно, с ее стороны это хамство. Все, успокойся. Ой, кошмар один. Ой. Все, 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 тихо. Родит и пойдет учиться. Я ее скажу, я с ней поговорю еще раз. Мама и бабушка, вместо того, чтобы разобраться с моим классным руководителем о незаконном отчислении, во всем обвинили меня. Я постараюсь вернуться к учебе, когда дочь немного подрастет. И сделаю все возможное, чтобы поступить на бесплатное. Я переживаю, что она может от меня уйти, поэтому я и, ну, как бы... Пришел с лестницы. Постоянно ссорюсь и бегаю, ссорюсь и бегаю. Потому что я ее люблю, реально. Ну, блин, я без нее не хочу жить. Открой, пожалуйста. Сань, открой, холодно. Точно? Открой окно. Прости его, пожалуйста. Какой дурак у тебя. Мороженое зажал. Котенок. Прости его. Пульсик мой, прости. Не простишь, пошла в жопу, дура. Ну, иди сюда. В окно иди. Малыш. Гриш, я обижена на тебя, я не хочу. Прости его. Я тебе не верю, ты как обычно сейчас все наплетешь мне, а потом все опять ты замуж. Ну, правда. Ну, вернись, пожалуйста. Я больше не буду с такисти. Я изменюсь ради тебя, честно. Я тебе должен кое-что сказать еще. Что? Выходи за меня. Кое-чего. Котенок. Ты выйдешь за меня замуж? Это что за гон? А, это... Блин. Блин. Ты бублик решил подарить. Не смешно. Это не шутка, честно. Ты шутка, это бублик, я купил, чтобы ты понимала. А что это? Бедность? Баранка. Да. У меня не было особо денег, да? Поэтому я купил бублик. Бля, ну чувак. Ну, хоть серебряное колечко купил бы. Ну, бублик, блядь. Вот, и мне не хотелось дарить, ну, давать самый прям такой... Уродское кольцо, да? Ну, я такой думаю... Бублик, это, ребята, это вообще... Это не уродское кольцо. Нормальное кольцо. Поломаться, конечно, может. Но в другом случае, если жрать захочется, тоже поможет. Блин, ну, а есть же сушка. Что такого, нормально? Ну, выходи за меня, ну, малыш. Я подумал. Я тебя люблю. У меня не было такой реакции, как в фильмах. Типа, там, закрыть лицо руками. Конечно, тебе бублик, блядь, подарили. Подруга, блядь. Ну, я, блядь. Она думает... Я себе так представляла. Там, романтический ужин. Классно было где-то за границей. Тут приходит Валера, в окно стучит. Валера, выходит за меня. И бублик. Мне начать плакать. Ну, было забавно и смешно. Я даже всерьез-то не считаю. А зря. Гриша, как оказалось, даже маме своей сообщил о том, что хочет со мной пожениться. Я вашей дочери бублик подарил. Алло, Татьяна, привет. Привет, Рита. Че, какие дела? Ты знаешь, я хочу тебе предложить, чтобы наши дети все-таки расписались. Чтобы ребенок родился в браке. И Гриша очень хочет дать свою фамилию ребенку. Рит, я даже не знаю, как жениться. Ой, Господи. Ну, почему, почему? Чего же он ее так обижает? На то и дело приход в слезах. Какой жениться-то? Ну, с характером, с характером. Ну, пускай пока так поживут. Чего ж теперь сделаешь-то? Попробуют, пожениться всегда успеют. Ну, ты знаешь, я думаю, что Гриша все-таки изменится. Но я пока против свадьбы. Они же могут в любой момент расписаться. Это ничего страшного. Пускай пока поживут. А там посмотрим. Друг другу. Ну, ладно, я их тогда поддержу. А я считаю, что мой сын прав. Что ребенок должен родиться в браке. Что они любят друг друга. Ну, я думаю, каждой девчонке этого хочется. А мне пока не хочется замуж. Гришка, как по мне, еще не готов стать семьянином. В нем мало серьезности и ответственности. Но я все равно решила с ним помириться. Может, с появлением ребенка он все же повзрослеет. Ну, скоро рожать. Через два месяца. Даже меньше. Полтора месяца пролетели как один день. Но внезапно у Гриши начались проблемы на работе. Идут сокращения. И он переживает, что останется без денег. Он зарабатывает 20 тысяч в месяц. А у нас в поселке найти работу очень сложно. Эта ситуация Гришу выводит. И он срывается на мне. Я это все складывала. И че? И че сложишь, сложись. Ты должен сам складывать, а? Да. В смысле, да? Ну, сложи за собой. По-моему, у него месячная. Ну, либо с головой. Ладно. Че ты лежишь, ты? Не буду это складывать. Не, знаете, у него по-моему, раздвоение личности. У него там, короче, два чертика живет. Один такой какой-то дебил, который типа вот так вот орет. А другой типа такой. Котик, извини, я тебя люблю. Держи с ушку. Я тебя грохну, сука. Собирай вещи, блядь. Ай, блядь, извини. Че ты так наорал на тебя, блядь? Господи. Ты че не можешь сложить, блядь? Или что, тебе что, впадло, блядь? Прости меня, котик. Выходи за меня. Или, сука, сдохнешь, блядь. Не, по-моему, мы реально уже не то, что к психологу. Психотерапевту. Смотри, ты че, твое, блядь? Давай резь, блядь, че ты, блядь, минжуешься? Давай быстрее, вот носок твой, блядь, блядь, туда тебе его, блядь. Слушай, иди сюда, иди сюда. Ты че, а? Кого собралась? Сука, блядь, это пиздец, ребята, просто, ну как так? Чувак, у тебя реально раздвоение личности, блядь. Ты че балуешься? У тебя с головой проблемы, блядь. Блядь, вали отсюда, блядь. Ты куда собралась, блядь? Не, блядь, это все, ребят, понимаете? Вот видите, что происходит с человеком, когда ты работаешь в этом, в супермаркете. Все, крыша не спеша, блядь. Домой. Ты мне сказал, уху, иди. Ты нормальный, а? Иди сюда, куда пошла? Куда пошла, блядь? Ты больной, блядь. Я-то еще думал, вначале ты адекватный. Ну, минут пять первых, ладно. Да ты ж неадекват, блядь, чувак, у тебя, по-моему, вообще. Я даже не знал, как эта болезнь называется. Ты решал уходить, блядь. Дай курсу, если. Я тебе решал сейчас уходить? Иди, блядь. Сука, это капсдец, блядь. Бедная девочка, чувак, блядь. Сука, ну ты неадекват, блядь. Это в лучшем случае неадекват. Блядь, как? Мне ее жалко, честно. Жесть. Сколько, смотрю, беременна в 16? Тут такого неадеквата я еще не видел, блядь. Стой, нет, на, иди. Я тебя разрешал уходить. Уходи. Нееет. Слышь, блядь, дверь в лопу с этим, блядь, поняла? Гриша просто несет какой-то бред и не прекращает его нести, и он начинает беситься, 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 потом называется. Это было очень обидно. Но не только обидно, а еще и страшно. Очень страшно. И за себя, и за мою дочь. Это капсдец. Бля, сколько живу, но такого я еще не видел. На самом деле, она капец какая спокойная. Вот прям вообще она спокойная. По сравнению с тем, что там происходит, она вообще не... Я бы не знаю, ребят, я бы его бы зарезал, блядь. И потом бы сидел. А она вообще, блядь, даже глазом не дернет. Животная, я пошла, скорую вызову. Она все в себе, конечно, надо держать, я уверен. Ну, внешне... Беременная плохо. Скорая приехала очень быстро и увезла меня в больницу. Врачи диагностировали тонус матки, и меня кладут на сохранение. Херово. Слушка, если ты еще раз, блядь, я тебя прибью. Да ничего, ты зачем обижаешь ее? Она сейчас родит, и ты не увидишь ни ребенка, ни ее. Успокойтесь. Я тебя сейчас семечками, сейчас, блядь, подалишься. Понял меня? Еще раз, блядь, подойдешь к ней и обидишь ее. Я настолько устала от их руганий. Не, ну я мамку понимаю. От отношения его безобразного к ней. Это правда. Я уже сил не хватает, я готова ему морду набить уже. Сколько можно терпеть, а? Издевается над девкой. Я за махач. Хоть. Ну, что ты задумчивая такая? Да я вот все переживаю. Вы с Соней постоянно ссоритесь. Она беременная. Ты ее не бережешь совсем. Я не могу себя сдерживать. Она ждет от тебя ребенка. Иди звони Софе и мирись. Ну, если честно, я себя чувствовал немножко виноватым. Ходил там. Ну, угнетал себя. Думал, что я делаю не так вообще? На следующий день мне позвонил Гриша. Тебе к врачу надо. Клялся в любви и извинялся. Опять? Алло, Соф, ты эту трупку только не бросаешь, дожди сейчас. Я тебя люблю, извини меня, котик, я тебя не прощаю. Ну, пошла ты в жопу, блядь. Поняла, сука ебанутая, блядь. А. Ты извиняешь меня, да? Котик, я тебя люблю. Скажу кое-чего. Прости меня, пожалуйста. Но я сказала, что видеть его больше не хочу. Да и вообще сомневаюсь уже, люблю я его или нет. И нужен ли моему ребенку такой отец? Ага. В глубине своей души я говорю, блядь, блядь, хорош до нее доматываться. Сделать для нее что-нибудь такое приятное, что ее сейчас порадует, чтобы она сейчас себя чувствовала комфортно после этой выписки. И шо ты придумал? Гриша стал закидывать меня сообщениями. Присылал мне фотографии комода, которую купил, и кроватку для дочери, которую сам собрал. Это, конечно, мило. Но забыть то, что он выставил меня беременную за дверь, я никогда уже не смогу. В больнице я провела чуть больше недели, но после выписки я поехала к себе домой. Пока я не хочу давать Грише шанс, потому что не уверена, что он по-настоящему изменился. Шанс сдавался уже не раз, уже очень давно это продолжается. И у меня не осталось, ну, блин, не осталось у меня надежды реально на что-то хорошее. Я не собираюсь с ним дальше жить. Я ее понимаю. Девочка, на самом деле, хорошая, согласитесь. Вот нет, я не вижу ничего такого. У себя, а Гриша все так же пытается вернуть наше... Сука. Музыкант пришел. Отношения. По-моему, немножко пьяный. Софа! Софа! Прости, Софочка! Пьяное тело под окном. Первая из тех девушек, у которой я прошу там прощения там за что-то. Если, ну, там, до этого какие-то там девушки со мной общались, да, если там что-то, ну, не так было, мне как-то по***ло, я ни за что бы не стал прощения просить. А здесь я, то есть, уже задумывался то, что, ну, если она обиделась, то надо как-то помириться. Надо наживаться, да? Я увидел тебя под весенним дождем. Мой красивый цвет ласки, как и англ. Ой, котенок. Прости, пожалуйста. Ебать алкаш. Я больше не буду. Я никогда её не отпущу, я буду до конца биться за неё. Я буду, я буду грызть плитку просто ради неё, со своими зубами. Да-да-да. Чтобы она просто не уходила от меня. Оттолкашня, блядь. О-о-о-о, да-а-а-а. Я уже не знаю, что делать. Возвращаться Грише не вижу смысла. Но ради нашего ребёнка я решила поддерживать с ним общение. На одной из прогулок он заявил мне, что хочет быть со мной на родах. Я была ошарашена этим и от шока согласилась. Можно ещё у вас спросить про список в родом? У нас нет чёткого списка, но рекомендуем взять две шапочки без завязок, две пары носочков, два подгузника. Это то, что необходимо в родовый зал. Ещё есть какие-то вопросы? Да. Могу я рожать в дредах? Многие женщины, пройдя через дет и рождение, считают, что с распущенными волосами это делать гораздо комфортнее, свободнее и проще. Дреда всё-таки решила расплести, чтобы на родах ничего не мешало. Гриша сказал, что поможет мне это сделать. А как волосы могут мешать на родах? Чтоб жарко не было. Сделать. И мы поехали к нему домой. Это впервые после нашей ссоры. Кучерявая, ты шо ли? До родов осталось совсем немного. Живот уже большой. Долго не погуляешь. Тяжело. Но я всё равно стараюсь долго сидеть. Бля, другая внешность. Хорошо, что есть моя собака Ямайка. Вообще чуть-чуть изменилась, если честно. Подходи. Ну, как по мне, она, мне кажется, с драйдами была симпатичней. Хотя, может, я привык. Напишите вы, как я, с драйдами лучше или без драйдов? Тебе какой срок-то? В этом месяце? Ну, я вот как немножко хочу тебя обрадовать. Или как сказать, я не знаю. Собрала тебе кое-чего. Спасибо. Спасибо. Вот так вот. Надо здоровье. Хорошая бабушка. Откуда? Как всегда. Откуда? Собирала понемножку. Вот умеют эти пенсионеры. Я вообще не шарю, как. Блядь, денег мало. Живут, еще и собирать умудряются. У них точно есть какие-то лайфхаки. Каждой клинчей там. И с дедушкиной, и со своей. Спасибо. Ну, а как же иначе? Господи. Софья для меня, она внучка. Она самая лучшая, как говорится. Я вот для Софьки все сделаю, чтобы деньги были. Деньги, подаренные бабушкой, я решила положить в банк, чтобы на этот раз ее труды не прошли даром. Типа, чтобы не просрать. Сегодня у меня последнее плановое УЗИ перед родами. Надеюсь, с моей дочкой все хорошо. Как себя чувствуете? Хорошо. Животик не болит? Нет. Ребеночку у вас находится в головном предлежании. Головкой вниз. Обвитие поповины не определяется. Гипоксии плода не наблюдается. Ну, типа, все окей. По органам все в порядке. Средний размер у ребеночка в пределах 3200 плюс-минус 200 грамм. Даже вес уже можно знать. Все мы с вами посмотрели. Ну, хорошо, да. Да. Ребеночек чувствует себя отлично. Спасибо. Привет. Привет. А что ты бездресс? Сняла. Почему? Ну, я не хочу у них рожать. Понятно. А ты что, где вообще? Я на УЗИ была. Ой, как там? Что сказали? Все хорошо. Как у тебя дела? Нормально у меня, все хорошо. Наши интересы с Ли уже разошлись. Мы можем не общаться месяц. А потом позвонить. Ну, привет, как дела? Все равно как-то хочется ее видеть всегда. Это жизнь. Я вам скажу, что много вообще друзей, которые есть в школьном возрасте. Процентов 5, дай бог, чтоб остались. Потом все взрослеют, семьи. И мы решили прогуляться. И появляется просто новое знакомство. Просто вот такой круговорот людей получается. Я даже не подозревала, куда он меня поведет. Мы зайдем, просто скажем, здрасте, ну, можно нам расписаться? И все, это ничего страшного. Я понимаю, что ничего страшного. А я не понимаю, что ты не хочешь? Потому что ты ебанутый. Пойдем попробуем. Если не понравится, то уйдем. Три, два, один. Ну, нормально. Ничего страшного. Со временем она... А, я думал, что его бомбанет сейчас. Сама меня позовет. Замуж. Ну, или как, жениться? Меня замуж позовет? Правильно. Замуж надо выходить, когда доверяешь и любишь. Это да. Я вспоминаю, как Гриша выгонял меня из дома, и я ему уже не доверяю. Молодец, баба, или еще раз говорю, не глупая. Она котелком своим варит. И не готова создавать с ним семью. О, это уже, в общем-то, роды. Утром у меня начались как будто легкие схватки. Но я не могла понять, схватки это или нет. Дома тогда никого не было. И я сама от себя не ожидала, что первым, кому я позвоню, будет Гриша. Он сразу вызвал скорую, и мы поехали в роддом. У меня начались все сильнее боли. Все сильнее и больнее были схватки. А Гриша в этот момент был рядом. Он сдержал свое слово и сказал, что будет со мной до конца. Это подключена система, которая чувствует, что ребенок, типа, сердце работает. И максимально расслабляться в схватку. Так легче было, на самом деле, чем я кричала. Она вообще тише травы, ребята. Не боишься? Нет, Апсов. Чтобы она знала, что отец с ней. С самого начала, понимаете? Отец с ней был и будет всегда. Втирает так, ребята. И я с тобой тоже буду. Все будет хорошо. Ну, посмотрим. Мало верится, но посмотрим. Сначала я не хотела, чтобы Гриша присутствовал на моих родах. Потом я поняла, что вдруг мне будет реально страшно одной. Аечка, ну дай ты покой уже матери своей. Вылази и все, и дай матери отдохнуть. Она тебе так скок на силу тут. Я с ней, конечно, сидел, да, рядом, ну, жалел ее, спинку даже ей гладил там. Но в один определенный момент что-то все успокоилось, и я на стуле рубанулся, уснул. И она там что-то там поддремала, да? Но спала я недолго. Проснулась от резкой боли. Соф усиливается. Соф, у тебя, походу, усилили схватки. Я чувствую. Соф, мне кажется, ты сейчас рожать начнешь. Они усиливаются, и неизвестно сколько они еще будут так усиливаться. О, все. И наша спокойная девка начала, ребята, выдавать. Может, спрашивай, ты мощный, ты сильный. Гриша мне очень помогал на схватках, что странно для меня. Реально, я ожидала подвоха какого-то, что он что-то все испортит. Просто я просто скажу, чтобы его увели отсюда. В обморок не упадет, чувак, нет? Я был в тумане в каком-то. Все это время я просто был в тумане. Особенно, когда я увидел, когда она рожает, я просто в тумане. Я первым делом посмотрел вообще цвет ее кожи. Ну, красная какая-то была вся. Я не понял вообще. Она что, с индусом спала или что? Они еще плюс так синие бывают. Во время ротов вообще наплевать, как ты выглядишь, что с тобой, как ты там кричишь, не кричишь. Кто это видит и не видит. И присутствие Гриши меня не смущало. Я увидела его с другой стороны. Прикольная лялька. Самое главное, что я обратила внимание. Цвет лица быстро такой свежий. То есть, когда хорошо, типа, все с организмом, то... Это ее глаза. И она даже почти не моргала. То есть, она так осознанно, как будто смотрела на мир уже. И на тебя, как будто она уже смотрит. Говорит, то за одну руку поддержит, то за другую, то за голову. Че-то в уморок сам не упал. А, все-таки такое было, да? Ну вот, мы только что вот родили. Да? Да, братьки. Я с ней рядом стоял все это время. Меня вообще так переколбасило, что я даже не слышал, что там вокруг говорили. У меня прям вообще. Управляем тебя, папа. Ладно, спасибо. Сейчас ее только взвешивать будут. Да, ну давай, давай. Десят один сантиметр. Нормально. Третье мелочи. И три сто вес. Я тоже родился тридцать пятьдесят два сантиметра. Ну, это мало что значит. Мы вас поздравляем с рождением дочки. Я папа твой. Видит мамтик своей. А что это на глаза намазали? А это зачем? Это был сложный, но самый счастливый день. Меня с малышкой перевели в палату. Гриша уехал домой. А еще через два дня нас с дочкой выписали. А, ну, на самом деле, у нас все хорошо, если так быстро выписали. Эти, знаете, огромные куртки. Ну, я понимаю, что их покупают на вырос, потому что смысла нету, типа, покупать вот эту малюсенькую. Хотя вообще забирают, бывает, в конверте. Ну, да ладно. С этого момента я понимаю, что моя жизнь больше никогда не станет прежней, так как у меня теперь есть дочь, любящая всем сердцем меня, будущая моя жена. Ага. Сомневаюсь, что любящая всем сердцем? Ну, то ладно. После всего, что мы с Гришей пережили, я поняла, что у нас есть будущее. И он мужчина, на которого можно положиться. Поэтому решили, что мы с дочкой будем жить у него. Тем более, что он уже все подготовил к нашему приезду. О, дед, который бухает, проснулся. Показать Фаину моей семье. Спасибо ей, что она пришла сюда. Дала мне ее подержать. Ну, как же иначе? Внучка трогательнее, а правнучка еще трогательнее. Собачка. Бабу, да. Майка. Уже было поздно, и мы пошли к Грише. Уверена, с рождением дочки у нас все будет по-другому. Ну, не тут-то было, да? Тише. Все, ладно. Или все окей будет? Тише, все. Подходим к финалу. Привет, Гриш. Здрасте. Радостный? Ну, да. Ну, радостный только, я уставший немножко. Ты умница. Я благодарна тебе, что ты был рядом с ней. Да я сам вообще не ожидал. Не ожидал? Почему? Ну, я думал, там все так и по лайту пройдет. Блин. Ну, я вообще... А там под хардкору, бля. Теперь будешь на руках ее носить. Ну, дай бог. Хотя, честно, время покажет. Мама простила Гришу за все плохое, что он сделал мне. И я тоже уже не держу на него зла. Первые недели с ребенком пролетели незаметно. Фаина много спит, и нянек у нее предостаточно. На выходных гуляет с ней моя мама, а по вечерам сидят Гришина родные. Когда я беру на руки правнучку, жизнь возвращается на круги своя. С любовью я на нее смотрю. Я хочу, чтобы моя правнучка была похожа на... А на морожку 300 рублей зажал. Может, реально меняется? Все, все, все. Все, все. Ну, все. Ну, все. Нет, я вам скажу честно. Есть такие случаи, когда после рождения ребенка мужика подменяют. У пацана подменяют. Типа он от дебила становится нормальным. Редкий случай, но бывает. Редкий. Или бывает наоборот. Был нормальный, стал дебилом. Ну, тут как повезет. Гриша без проблем освоил роль отца. И когда меня нет, он справляется на отлично. Гриша, ты меня удивляешь, блядь. Единственная сложность у нас, это решить, чья очередь вставать ночью к ребенку. Гриша, встань, пожалуйста. Ну, что, ну иди ты, а? Гриша, пожалуйста. Что? Ну, иди ты. Я сплю. Хоть я не высыпаюсь, но на Гришу сильно не злюсь. Ведь ему утром на работу. А я днем могу немного вздремнуть. Ну, это да, это да, я согласен. Если он работает, то, ну, извините. Мамаша, старайтесь как-то подстраиваться под график ребенка. Месяц после родов. После рождения Фаина, буквально через месяц, Гриша надоела вся эта семейная суматоха. Он вернулся к своему беззаботному образу жизни и перестал помогать. Гриша! Гриша, я только что тебя хвалил, Гриша! Гриш, помоги мне, пожалуйста. Соф, ну я занят как бы. Ну, помоги мне ребенка вынести, мне еще коляску увозить. Соф, ну ты что, машину не можешь вынести? Там все уже стоит, все готово. Ну, я ей помогаю, ну, как бы, я помогаю Софе с ребенком только, ну, тем, что я умею, как бы, делать. У меня лучше получается мусор ходить выкидывать с памперсами грязными, ванну наливать и убирать ее, ну, детскую. Гриша, иди сюда. Я устал, Соф, давай сама там как-нибудь, все. Мне впадлу. Я отдыхаю. Понятно. Да. Соф, я тебе помогу. Спасибо. Если в первый месяц Гриша помогал мне мыть Фаину, то сейчас даже этого не делает. Мамы говорят, что так себя ведут большинство мужчин, чтобы я не парилась. Неси давай. Слушай, сейчас вообще мыть ее не буду, а. Так, что вы ругаетесь при ребенке? Спаси, леди, сила. Давай я помогу. Не надо, ты ребенок ругаться, она же даже заплакала. Ты что, леди, сила, а? Не можешь сидеть здесь. Все, 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 молодец. Не, ребят. Не, шевел, что мало, что изменится. Он брыснул мне в лицо водой. Если бы не Фаина, я бы, я бы не знаю, я реально бы с ноги ему дала бы в его нос огромный. Все, пошел трешнек. Через месяц то ли от усталости, то ли от безделья, Гриша снова начал материться, толкать и замахиваться на меня. Еще раз мне ковшом ударишь? Ударю. Слышь, ты ебан, ты меня ковшом трогаешь, а? Ты меня водой поливаешь. Ахуеть, мне нельзя шлик? Нет, мне тогда тоже можно, ты понял? Давай, что ты? Я не буду такое терпеть. Но потом подумала, что у нас общая дочь и ради нее это нужно терпеть. Ведь он ее отец и я не знаю как быть, то ли уйти, то ли продолжать так жить дальше. Чего вы все ругаетесь-то? Потому что она... Ребенок, как он рукирует на тебя. На меня? Ты начинаешь, вы начинаете ругаться, она начинает сразу плакать. Хватит уже ругаться-то мне. Зубы вот ей вырываешь, чтобы она не тявкала, тогда ругаться мне не будет. Успокойся. Переживаю, вот, пытаюсь всегда сгладить какие-то ситуации, где-то что-то подсказываю, где-то его там поругаю даже. Просто Гриша, он... Неадекватный. Да, там из мухи слона делает. Ну чё, всё нормально? Лешать. Блин, это реально кто будет терпеть такое унижение? Никто. Никто. Может кто-то и будет терпеть, но это очень тяжело. Как минимум. Б**, ну как? Иди помоги ему. Соску надо помыть. Сейчас помыть. Помоги. Она закрылась. Открой дверь. Потерпевшая. Давай её сюда. Ушёл отсюда. Ещё должен уходить. Ушёл отсюда. Сюда дай. Не трогай её. Чё ты села, как бабка старая? Дай сюда её. Рита, а можно его убрать отсюда? Успокой её. Давай, дочь. Давай её не подержу. Чего, сладкий? Ну, спит. Ты Софу лучше успокой. Моя девочка. Он за свои сопли разбрасываешь по пледу. Так, всё. Успокойся. Да, чувак. Ну, иди от меня. Ты нормально? Чё ты бесишься? Софу, успокойся. Попей таблетки какие-нибудь. Она кормящая мать. Она кормящая бред. У неё сейчас гормоны по-другому тоже. Какие гормоны? Я продолжаю мучиться. С одной стороны, не могу терпеть. С другой стороны, не могу уйти. Так как на руках маленький ребёнок. А чё уйти не могу? Ну, понять не могу. Ну, пойди к маме, живи, ну. Я не уверен, что ты меня поймёшь. Я скажу очень коротко. Имей ко мне уважение. Если бы не наша дочь, я бы от тебя уже давно ушла. У меня всё. Это я тебе честно говорю. Ты уверен? Да. Я не хочу, чтобы, ну, моя дочь просто, чтобы, ну, она росла без отца. Я хочу, чтобы просто, ну, она видела, что, ну, папа с ней рядом. Папа её не бросит никогда. Папа её любит. Мне девка очень культурная. Очень. Сейчас я, ну, не смогу вас впустить никуда с дочерью. Ну, а в будущем там уже посмотрим. Я окончательно поняла, почему отказала Гриша в замужестве. Всё сделала правильно. Живу с ним, потому что на руках ребёнок, и я кормящая мама. И я пока не знаю, что у нас с Гришей будет дальше. Дам совет, что всё-таки надо думать своей головой, и надо подумать, с кем ты живёшь, и какой этот человек, сможет ли он нормально, адекватно себя вести в серьёзных отношениях именно, в отношениях уже с ребёнком. Не сможет ли он нанести просто вред ребёнку. Ну что, ребят, вот.